В июне этого года в СМИ и социальных сетях появилась информация о прекращении пассажирских перевозок по маршруту Пузова-Усть-Кулом. Жители поселений остались без сообщения с райцентром. Причина – отказ перевозчика из-за плохого состояния дороги, а виной всему большегрузы. Решилась ли эта проблема? В течение лета мы плотно занимались данной автомобильной дороги. Часть дороги, которая была в ненормативном состоянии, привели в норматив. С учетом того, что отсыпали грунтом, ПГС, еще по этой дороге у нас запланирован участок ремонта. Сейчас он как раз в реализации находится. Это 181-193 километр. И в последующем запланированная проектная документация уже имеется. Это 207-222 километр. Я думаю, что при том финансировании, которое мы получим или будем обеспечены, данные участки автомобильной дороги будут реализованы. Это отдаленное село, отдаленные села. Хорошо, что органы власти не забывают о них. Но ведь первая причина – это большегрузы. Как министерство выстраивает диалог с бизнесом по решению этого вопроса? Я уже сказал или упомянул о «Газпроме», о том, как мы работаем в рамках компенсационного ущерба, наносимым автомобильным дорогам при инвестиционном строительстве. То есть реконструкция идет газопровода. Соответственно, в проектную документацию «Газпром» всегда закладывает выплаты, которые позволяют нам восстанавливать сеть при движении тех же большегрузного транспорта, участвующих в строительстве газопровода. Что касается лесного бизнеса, то сегодня соглашение у нас имеется с МОНДИСК, Товкарский ЛПК. Ежегодно они выделяют определенное финансирование на те участки автомобильных дорог, по которым производится вывозка леса. Есть у нас и соглашение, может быть, партнерские отношения с компанией «Луза лес», которая тоже участвует в программах, помогает по своему району реализовывать определенные проекты. Вот в этом году «Луза лес» взял на себя обязательство по строительству дороги подъезд к Гулишору, то есть в рамках программы сельские подъезды. Не могли мы долго найти подрядчика, потому что, условно говоря, стоимость этого подъезда, она не такая, может быть, привлекательная для простой организации «Луза лес». Сделано на себя обязательство для того, чтобы построить дорогу и ввести его в эксплуатацию. Но удается решать самые проблемные вопросы? Удается, да. Конечно, хотелось бы больше объем финансирования от всего лесного сообщества, от всех, кто занимается лесоперевозками. Но на сегодня пока только две компании участвуют с нами в реализации этих программ. Остальные отказываются? Ну, остальные не находят, условно говоря, пока средств, либо там какого-то внимания к этой проблеме. Ну, также можно сказать про нефтяные компании. В Устинске достаточно плохая дорога, в Устин-Хорягинской, но сколько бы мы не собирали нефтяные компании для того, чтобы привлечь их к софинансированию, ремонту этой дороги, вот за этот период времени ни разу этого не удавалось. Хотя они тоже реализуют достаточно большие инвестиционные проекты.